Ну что ж, друзья, продолжаем бизнес-канал, бизнес-класс на Финам.ФМ, вторая часть нашего ежедневного эфира, в течение которого, я имею сейчас бизнес-класс, мы встречаемся с успешными бизнесменами, российскими бизнесменами, и задаем им много всяких вопросов, нас тревожущих. Ну, один из них ключевой, как же таким успешным стать. Сегодня в студии бизнес-класса как минимум двое, два примера, да, двое таких успешных бизнесменов, я их представлю сразу же. Здравствуйте. Это Алексей Голуб, заместитель руководителя проекта МХАУС. Добрый день, Алексей. Добрый день. И это Павел Тимошенко, руководитель дела ипотеки, ФСК-лидер. Добрый день, Павел. Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира, ну, достаточно точечная, именно поэтому наверняка интересная подавляющим большинством нашего случая. Мы сегодня говорим о рынке недвижимости, и не просто о рынке, а о конкретном примере этой самой недвижимости. Мои гости сегодня об этом подробно расскажут. Вот, итак, тема заявлена следующая. Растущий спрос на недвижимость в Москве. Как купить квартиру в столице и при этом сэкономить... Парадоксальная для меня, кстати, вещь. Да, как сэкономить. Купить квартиру в квартире и при этом сэкономить. Сэкономить деньги. Забавно. Я очень хотел бы услышать от вас, как это сделать, действительно так. И еще одна информация для наших слушателей. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Все это вам может понадобиться для того, чтобы позвонить, написать и задать свой вопрос моим гостям. Ну что ж, давайте начнем. И если позволите, первый вопрос у меня будет такой. То, что в теме нашей программы растущий спрос на недвижимость. Он действительно сейчас растущий, этот самый спрос? Алексей, давайте. Естественно, это было ожидаемо, прогнозируемо, наверное. На сегодняшний день с тех времен ситуация меняется только в положительную сторону. То есть есть рост, есть перспективы. И, собственно, к теме сегодняшней программы о том, как купить и сэкономить, наверное, надо рассматривать то, что имеет перспективу. Когда вы покупаете по сегодняшним ценам то, что имеет перспективу на будущее, вы уже априори... Уточни, пожалуйста, перспектива. О чем речь? Перспектива, чтобы вырастить в цене, перепродать потом ее? Перспектива и роста цены, и роста привлекательности, и привлекательность ее на вторичном рынке. Если мы рассмотрим какую-то квартиру, там, нежилое помещение, даже машина-место. В любом случае, спрос он будет. Спрос он есть сейчас. Нет оснований полагать, что он снизится в дальнейшем. Ну, давайте на главную интригу развенчаем сразу. Как купить и сэкономить? То есть, я так понимаю, речь идет все-таки о какой-то, да, классической схеме. То есть, я становлюсь собственником или, по крайней мере, долевым участником на неком этапе строительства. Об этом речь все же? Безусловно, да. Для начала становимся все-таки долевым участником, да, потому что сразу стать собственником задешево, но это, наверное, речь уже о том самом бесплатном стире. Я попытаюсь пошутить сейчас. Стать собственником доли в котловане, которые мне на тот момент предлагают, наверное, сомнительно. Главное быть уверенным в том, что все будет хорошо. Вот, что его достроят, конечно. Именно эту возможность, уверенность в светлом будущем дарит компания «ФСКА Лидер». А если вы не верите, можно даже зайти на сайт или позвонить по номеру 995-38-0 с кодом города 495. И наши менеджеры с удовольствием расскажут о проекте «Эмхаус» и о том… И вселят в вас уверенность. И вселят уверенность. Постараются, во всяком случае. И подарят надежность. Это нормально. И веру в светлое будущее, да, и расскажут все тонкости этих моментов. Но как купить и сэкономить, да, как я сказал, надо покупать то, в чем вы уверены. Если вы не уверены, никогда не стоит покупать, да. Всегда надо подойти к выбору обдуманно и обоснованно. Компания «ФСКА Лидер» на рынке уже, в принципе, достаточно продолжительный период, да. То есть с 2005 года компания успешно, результативно развивается, да. У нас огромные планы на будущее. У нас стабильное положение на сегодняшний день. У нас уже хорошая репутация, что, собственно, радует. И не каждый, наверное, может этим похвастаться. То есть это первый повод для того, чтобы я стал уверенным, да? Как минимум. Как минимум, да. Ну и, конечно же, наличие уже сданных объектов, введенных в эксплуатацию, построенных вовремя, говорит о том, что этот объект, который вы приобретаете, скорее всего, будет... Скорее всего. Да, скорее всего. Стопроцентной гарантии, конечно, вам ни один застройщик не даст. Ну мы взрослые люди, мы живем тут, конечно. Ну и не только в России. Рынок есть рынок, никуда не денется. Нет, конечно. Завтра что-то где-то, не в России где-то что-то случится, а мы же с вами будем очень ярко это впоследствии чувствовать. Вполне возможно. Конечно. Вполне возможно, да. В принципе, наверное, люди и сегодня каким-то образом ощущают какие-то волнения, которые в недавнее время происходили, там, тот же Кипр, да, и так далее. Вот. Ну, вместе с тем радует то, что у нас-то спрос не снижался. Все-таки не так это сильно оказало влияние. Кстати, Паш, вот тебе вопрос, я как руководитель ипотеки, непосредственно наверняка общаешься, да, с огромным количеством клиентов, вот ты какие слова находишь? Ну, помимо того, что о чем Леша сказал сейчас, да, ФСК-лидер с пятого года на рынке, у нас все хорошо, можете вот сюда позвонить, можете, да, сюда съездить, можете пощупать руками. Ну, да, я понял вопрос. В принципе, если говорить о надежности компании-застройщика, то нужно обращать внимание на количество аккредитованных банков, да, количество банков, которых этот объект аккредитован. И если посмотреть на объект МХАУС, например, более 12 банков, ведущих банков страны, да, таких как Сбербанк, ВТБ. Вот-вот-вот, имена тоже, действительно, немоважны. Имена играют, конечно же, роль, да, то есть, как бы, какие банки проверили, какие банки посмотрели, какие банки доверяют. Совершенно верно. Если объект аккредитован, значит, банк доверяет, да, то есть, он может принимать эти квартиры в качестве залога, он уверен, что это будет ликвидный залог, что он сможет его продать в случае, если заемщик не может выплачивать кредит по какой-либо причине, да. То есть, это уверенность банка. Соответственно, вы можете анализировать таким образом рынок и застройщиков. Ну, кстати, если позволите, здесь же сразу хотелось бы отметить, что, в принципе, как только запустился проект МХАОС, у нас буквально с первых дней, да, Паш, были уже банки, которые готовы были кредиты предоставить. То есть, они сами предлагали вам, да? Ну, практически так, да. То есть, банкам это действительно выгодно и удобно, да, они видят потенциал в проекте, и они очень хотят создать себе, наверное, качественный кредитный портфель под обеспечение, которое постоянно дорожает. Да, и даже некоторые банки шли на какие-то эксклюзивные условия, предлагали сами, например, Сбербанк, у которого, в принципе, по строительной готовности, как правило, достаточно высокие требования к застройщикам, да, то есть, дом должен быть построен хотя бы на 30-40%, чтобы они аккредитовали. Нас они аккредитовали, когда даже еще котлована не было. То есть, с самого старта продаж уже был Сбербанк. Какие-то прям сказочные вещи вы мне сейчас рассказываете. А что же там? Город-сад. Да, да, да. Потому что все прозрачно, то есть, как бы, здесь... То есть, сам, знаешь, Сбербанк вам приходит в ФСК и говорит, ребята, вот у вас сейчас же котлована нет, я все равно готов кредитовать вас. Да, да. Почему нет? Почему нет? Ведь благодаря хорошему спросу и продлена была, да, акция 12-12-12, которая на сегодняшний объект, на нашем... То есть, на сегодняшний момент, прошу прощения, на нашем объекте действует. Если можно попадать, что такое 12-12? Давайте я расскажу, да. 12-12-12, эта акция, да, вот, продлена буквально с этого месяца до конца лета будет она действовать. Теперь, то есть, 12- это первоначальный взнос, 12- это ставка. 12-12% первоначальный взнос, 12% ставка на весь период и 12 лет срока кредитования. Никаких либо комиссий, как обычно в Сбербанке, да, то есть, страхование, в принципе, не обязательно, страхование жизни имеется в виду, хотя мы советуем, рекомендуем все равно, конечно, страховаться, потому что... Нет, когда берешь, тем более, на такой серьезный срок деньги, в долг, в всяком, надо обо всяком думать-то, правильно? Хотя в России, конечно, менталитет такой, что страховаться у нас не привыкли люди, особенно страхование жизни, да, к сожалению. Ну, положительные тенденции наметились. Сериоды, вот, кстати, сами можете проследить, да, я со страховщиками очень часто общаюсь в этой студии, и мы все время о менталитете. Вот, россиянин, он надолго не думает, деньги взял, потратил, и ему хорошо уже. А что там будет через 10 лет? Ну, сейчас ситуация, на мой взгляд, все-таки меняется, и меняется, надеюсь, в корне, потому что, если еще несколько лет назад, там, 4-5-6 лет назад, да, люди действительно брали кредит совершенно бездумно, к сожалению, очень многие. Без какого-то четкого расчета на свой доход, да, и финансовое положение, и так далее, на здоровье, в том числе. Сейчас дают, давай, бери, а там посмотрим. Одобрили, надо хватать и бежать. Куда бежать, непонятно, зачем хватать, тоже не совсем понятно. Сейчас люди как-то более ответственно к этому выбору подходят, и, более того, очень часто люди сами спрашивают, да, есть ли такая возможность, законно-незаконно, да, как это все сделать, как это оформить. Спрашивают у наших коллег из ипотечного отдела, да, спрашивают у людей, которые непосредственно на объекте, да, недвижимости реализации. Почему эта тенденция, мне очень интересная, на твой взгляд, жизнь научила. Важается финансовая грамотность, я думаю, все-таки население, да, все-таки уровень жизни немножко повысился, мне кажется, во всяком случае в Москве, может быть, не по всей России. Смотри, забавно, да, уровень жизни был несколько ниже, и не думали о будущем, да, уровень жизни растет, и начинаешь уже, вот, потому что люди понимают, что, наверное, пока еще жизнь не настолько хороша, да, чтобы совершать необдуманные поступки сегодня. Люди смотрят в перспективу как-то больше с умом. Они хотят получить хороший объект, да, за адекватную цену, на нормальных условиях и легально, да, что тоже важно, и хотят еще при этом подстраховаться. Да, и что-то прогарантировать. Вот, умно, и в то же время люди понимают, что это стоит денег, но платить за это все-таки готово. Вот, если позволите, да, просто я думаю, сейчас слушателям будет интересно все-таки, где же они подробности могут уточнить. Сайт домометро.ру, во-первых, там можно будет посмотреть список банков, да, которые определивали наш объект. Да, все банки, все условия. Также там есть сразу анкеты. Там можно и выбрать, в принципе, да, я сразу сравнивал условия. Конечно, да. Да, более того, у нас есть полноценный отдел ипотечного кредитования, есть, то есть, как бы, брокеры ипотечные. Эта услуга абсолютно бесплатна, то есть, вы можете позвонить по телефону 995-38-0, код города 495, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по всем ипотечным программам, в которых аккредитован, да, по банкам. Причем надо подчеркнуть, за спрос денег не берут. Конечно. Это очень важно. Спасибо, друзья, спасибо. Мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор очень интересный. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Алексей Голуб, заместитель руководителя проекта МХАУС. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Тимошенко, руководитель отдела ипотеки ФСК, лидер. Обсуждаем мы тему растущего, как, собственно, убедили меня мои гости, спроса на недвижимость в Москве. Ну и, конечно, интригующая достаточно информация о том, что можно купить квартиру, да еще на этом и сэкономить. Телефон в студии, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Ну что ж, и теперь, наверное, главное, ради чего мы сегодня собрались здесь. Расскажите, что это за волшебный проект-то такой? Проект, может быть, не волшебный, но действительно очень привлекательный на сегодняшний день. И в некотором роде даже, ну, не имеющий аналогов. Я имею в виду, в данном случае, именно расположение его, да. То есть, это близость к метро менее 100 метров. Действительно, от выхода из метро, это станция метро улицы Академика Янгеля. Это метро Чертаново, по-моему, да? Район Южная Чертаново, метро Академика Янгеля. Это буквально в 14 километрах от центра. То есть, там с верхних этажей даже будет видно, да, и университеты, центр, и Битовский парк, в зависимости от расположения квартиры. Расположен этот жилой дом на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля с Кировоградской улицей. То есть, это хороший, уже со сложившейся инфраструктурой район. Это новый монолитный дом со свободными планировками, когда человек, да, сам для себя может решить, что у него будет студия, либо у него будет несколько комнат. Это проект, который строит компания с опытом. У нас строители еще со времен главного строя возводили различные сооружения, не только жилые, и до сих пор этим занимаются. И это проект, который продается по единственной сегодня возможной законной, я имею в виду, схеме. Это 214-й федеральный закон, то есть договор долевого участия. Работаем только так, страхуем себя, страхуем клиента, в первую очередь, чтобы не допускать каких-то неприятных ситуаций. Сейчас на каком этапе? Сейчас ведется заливка третьего этажа. Уже? Да, уже. Несмотря на то, что, в принципе, к заливке этажей приступили не так давно. То есть, буквально вот как в теплый сезон, скажем так. Этого года? Этого года, да. До конца 2012 года велись геодезические еще работы какие-то, да, финальные. Вот, готовилась площадка и начали только-только разработку котлована. После Нового года темпы стали намного активней. Строители работают в три смены. То есть, это практически бесперебойное строительство. С соблюдением всех соответствующих норм строители у нас работают и ночью. Я имею в виду нормы, да, по шуму. Вот-вот, я хотел спросить, вот, наверное, вы соседям-то не даете спокойно спать. На самом деле, соседям, я думаю, даже веселее стало жить при нашем появлении, потому что какого-то дискомфорта им никто не доставляет, да, машины грузовые курсируют в то время, в котором в Москве это разрешено. Работы ведутся с тем уровнем, допустимым шума, да, как это разрешено. И, в принципе, из окон смотреть на то, как возводится будущее, да, наверное, это все-таки не так уж и плохо. Это интересно все-таки. Хорошо, и что внутри там, да, после того, как построится? После постройки внутри это полная свобода выбора, полная свобода решения, что же там будет. Будет ли там однокомнатная квартира или это будет студия, будет ли это двушка или из нее кто-то трешку переделает, да, будет ли это просторная трехкомнатная квартира там с кухней столовой, да, огромной, либо это будет разбивка на более мелкие помещения. То есть я говорю именно о свободной планировке. Мы не навязываем ничего лишнего, мы не предлагаем отделку, мы предоставляем людям право выбора. А метраж, метраж? Метражи достаточно в большом диапазоне, то есть стандартный метраж однокомнатной квартиры это 41,7 метра, да, ну, практически 42. Полноценная однушка с лоджией вполне достойного метража. Ну, насколько я помню, у меня были все шансы со своей будущей супругой съехаться в квартире двушки с метражом 38,5, но я бы предпочел, честно, 42-метровую однокомнатную. Двухкомнатные квартиры порядка 62-64 метра с небольшим и трешки в большем диапазоне 78-89 метров. То есть мы не создавали... Максимальный диапазон, максимальный метраж это 90 метров, да? Да, да, 90 метров, то есть здесь, поскольку речь не идет о бизнес-классе, да, мы не пытались как-то позиционировать этот объект, да, прыгать выше головы. Это полноценный комфорт-класс с своей инфраструктурой, со своей территорией, с первым нежилым этажом, с подземным паркингом, с огороженной, обращая внимание, территорией. Но, как бы, квартиры не настолько большие, да, чтобы это были огромные бюджеты для покупки. Ну, а если кому-то вдруг все же захочется, да, побольше метраж, он может пару квартир купить, объединить, это... Без проблем, лично я готов оформить сделку любому клиенту, хоть на 5, хоть на 10 квартир, и с помощью ипотеки в том числе. Смотри, соглашение о перепланировке там не понадобится? Мы решим все эти вопросы, это не составит никаких сложностей. Приятно с вами работать, я вам хочу сказать. А мы стараемся. Все вопросы решаются, это здорово. Так, значит, смотрите, очень важный момент, да, это машина-место, машина-место, что там рядом, вокруг, да, как обычно, друг у друга на голове будут стоять машины? Обязательно расскажу, буквально на 2 секунды, да, я думаю, сейчас слушателям интересно позвонить, какие-то моменты уточнить в течение программы уже, да, в течение эфира. По телефону 995-380 с кодом города 495, это все можно узнать более детально, либо зайти на сайт domumetro.ru, латиницей и маленькими буквами слитно, в одно слово, domumetro.ru. Можно даже заявочку на сайте оставить, менеджеры сами свяжутся, все расскажут. Итак, прошу прощения, да, про подземный паркинг. Под домом, минус первый этаж, это подземная парковка. Машины-места также реализуются под уговоры долевого участия, то есть это как отдельный объект, да, это как отдельное вложение, отдельная инвестиция, либо для себя. То есть я покупаю квартиру, плюс я покупаю машины-место или я могу купить машины-место и квартиру даже не могу покупать? В первую очередь, конечно, машины-места реализуются именно для жителей комплекса, да, безусловно, то есть как бы вопросы, они, конечно, обсуждаемы, да, то есть мы можем пойти на уступки, если мы будем знать, например, что человек в ближайшее время приобретет квартиру, но, естественно, все-таки машины-места у нас для купивших или покупающих. В том числе и в ипотеку, вот я добавлю. В том числе и в ипотеку, да. Машины-места сейчас продают по ипотеке от Сбербанка в том числе. Ну, во всяком случае, до недавнего времени, да, у нас люди, вот у меня лично были сделки, которые я проводил, да, это люди покупали квартиру в ипотеку, потом приходили, докупали машины-места, вот, то есть наши коллеги из ипотечного отдела готовы сейчас предоставить полный спектр и консультационных услуг, которые, обращаю внимание, абсолютно, да, бесплатные, и также помочь с проведением сделки как по квартире, так и по машинным местам по ипотеке. А, кстати, машины-мест их хватает на каждую квартиру или там какой-то есть? Их, конечно, к сожалению, не на каждую квартиру хватает, да, но здесь, в принципе, достаточно простой расчет. Существуют определенные нормы, да, по которым проект проходит согласование. Квартир побольше, чем машины-мест, естественно, это практически у всех застройщиков подобная ситуация, но вместе с тем мы должны понимать, что если бы это было, например, два подземных этажа, да, себестоимость этого дома возросла бы довольно существенно. Вся себестоимость, да, она закладывается в стоимость квартиры. Чем больше наворотов, извиняюсь, да, на проекте, тем больше в итоге платит покупатель. Мы хотим предложить доступное жилье, как бы достойного качества. Ну и в среднем сколько там, один к трем, да, одно машинное место? Побольше даже. Побольше. Даже побольше, да. При общем количестве квартир 912 у нас под землей 380 и больше сотни на земле, которые будут бесплатными, так называемые гостевые. Половина, практически половина. Ну, почти, почти половина, да. Я думаю, что этого будет, в принципе, вполне достаточно, учитывая, что очень много клиентов, очень много покупателей приезжают к нам именно на метро. То есть, близость к метро все-таки играет свою большую роль, потому что в разрез с расхожим мнением, что если у человека есть деньги на приобретение квартиры, да, или есть просто возможность, у него уже и машина, а может быть и две, это заблуждение. Люди к нам приезжают на метро с удовольствием. Ну, тут еще, ну, об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. Тут надо, конечно, учитывать еще и Варшавку, да, ее сейчас, конечно, активно все перестраивают, развязки, но все-таки такая проблема-то известная. М-Хаус стоит практически на Варшавском шоссе, да, то есть, как я и говорил, проект М-Хаус на пересечении Варшавки и Янгеля. На сегодняшний день реальная ситуация дорожная значительно улучшилась. Я пользуюсь личным автомобилем, да, сам обратил внимание на то, что вот в весенний-летний период стало значительно проще, удобнее, я даже сказал, приятнее. Леш, ну это потому, что весенний-летний период. А может быть, потому что работы по реконструкции в Варшавке уже частично проведены. У нас очень много покупателей на М-Хаусе, которые живут рядом, то есть, это улица Кировоградская, Сашанская, Чертановская, да, Варшавское шоссе. Очень много людей, которые покупают рядом, потому что видят, насколько это здорово. То есть, они таким образом улучшают жилищные условия? Они улучшают жилищные условия, они расширяют. Насколько я помню, вот эта застройка, это 80-е годы прошлого века, это там типичные П-44 и то, что до этого было, да, 12. Таких домов очень много, да, панельные 12-этажки, конечно. Там метражи-то все-таки поскромнее, да, там трешка 65 метров, 62, что ли, ну, да. Примерно, да. Гораздо скромнее квартиры с гораздо меньшими возможностями для перепланировки, потому что это панель. Леш, еще, знали, вопрос. Я думаю, что, и даже, да, ваш проект наверняка все это дело тоже предусматривает. В любом жилом доме есть некие, да, нежилые помещения, которые в будущем будут предлагаться, да, либо для предприятий сферы услуг, либо, там, для магазинов шаговой доступности, что называется, вот там есть, да, в МХУ есть такие? Да, у нас, конечно же, есть нежилые помещения, больше скажу, весь первый этаж дома нежилой, и он отдан именно на откуп различным предприятиям, да, сферы бытовых услуг, магазины, банки, аптеки и так далее. То есть, как принято, ну, я сейчас говорю о бизнес-классе, да, как принято, чтобы основной набор каких-то, да, необходимых вещей, он был здесь же, чтобы я мог там со своего пентхауса спуститься, да, и, то есть, салон красоты спортивный, зал, там, магазинчик, да, чтобы хлебушку купить. Кстати, Паш, я хотел бы от тебя услышать, что и нежилые помещения тоже выпадают. И нежилые помещения, конечно, аккредитуются, да. Да-да-да, я смотрю, ты так, собственно, готов был эту фразу произнести. Готов. Ну, так вот, Лёш, значит, есть нежилые помещения. Да, конечно, нежилые помещения есть, причем могу сказать, что, в принципе, наши покупатели, уже купившие потенциальные, да, которые присматривают варианты для себя, могут быть спокойны, потому что достаточно большое количество нежилых помещений уже куплены, и абсолютно точно в этом доме, как я сказал, да, будут магазины, аптеки, банки, салоны связи, возможно, какой-то спа. То есть, элементарно выйти, купить молока и хлеба, да, человек, в принципе, и в тапочках сможет, дом обойдет, просто, да, выйдя из подъезда, и через пять минут вернется обратно со всем необходимым, по минимуму хотя бы, да, то, что ему будет нужно. То есть, это уже доступно. В подъезде консьерж наверняка, да, предполагается? Конечно, безусловно. Военизированная охрана, наверное, вряд ли вы туда сможете? Да, в принципе, это только от желания жильцов, на самом деле, зависит. У нас на объекте будет... А МТСЖ тоже будет? У нас будет работать компания-лидер эксплуатации, то есть, это эксплуатирующая организация, которая входит в холдинг, возглавляемый ФСК-лидер, все вопросы можно будет решить собственникам жилья, да, с данной компанией, потому что мы всегда готовы идти на уступки какие-то, мы всегда являемся клиент-ориентированными. Спасибо, еще раз мы прервемся, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, после новостей продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, сегодня мы говорим о недвижимости в Москве, как купить квартиру в столице, при этом сэкономить, и, собственно, в этой студии сидят профессионалы рынка недвижимости, дают квалифицированные ответы на любой вопрос. Еще раз я их представлю, Алексей Голуб, заместитель, руководитель проекта МХАУС, и Павел Тимошенко, руководитель отдела ипотеки ФСК-лидер. Уважаемые слушатели, еще есть возможность у вас присоединиться к нашей беседе. Телефон студии 6510-99-6, код Москвы 495, и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Тема, еще раз говорю, горячая, и тем более мы обсуждаем сегодня один из многочисленных проектов компании ФСК-лидер, конкретно о МХАУСе сегодня идет речь. Ну что ж, Леша, такой сакраментальный вопрос. Все замечательно, все рассказал, практически показал уже. Уже практически продал. Ну как минимум, потрогал я все руками, но теперь главный вопрос, а сколько все это стоит? Ну что же, мы ждали этого вопроса. Мы были готовы к этому, мы выучили все наизусть. Давайте, наверное, с самых доступных вариантов я начну, однокомнатная квартира, на них максимальный спрос, в первую очередь, наверное, будет интересовать именно это. Чуть более 6 миллионов обойдется покупка однокомнатной квартиры. 40 метров, я напомню, да, чуть более 6 миллионов. Да, да, совершенно верно. То есть, если мы, например, рассматриваем вариант однокомнатной квартиры, да, это будет невысокий этаж, да, но опять же, если задача стоит купить достойное жилье, да, за умеренную сумму, я думаю, что этот вариант как раз подойдет. То есть, с учетом, например, скидки, которая возможна при 100% оплате, а также при ипотеке, о которой Павел позже еще более детально расскажет, возможно влезть в бюджет порядка 6100-6150. Я думаю, что это вполне достойная сумма для того, чтобы приобрести квартиру в новом доме, который, в принципе, уже меньше, чем через полтора года будет введен в эксплуатацию, да, в монолитном доме с утепленными фасадами, да, с полноценной свободной планировкой. Опять же, да, тема о консьержах, да, есть помещение в подъездах. В подъездах три лифта. То есть, полноценный комфорт, да, то, в принципе, чего люди давно хотят и не так часто, к сожалению, получали до сегодняшнего момента. Что касается двухкомнатных квартир, для тех, у кого семья или у кого-то более масштабные потребности, да, меньше 9 миллионов 400 тысяч, это без учета каких-либо скидок. Если это будет скидка, как я уже говорил, да, при 100% оплате при ипотеке, сумма еще будет меньше. Трехкомнатные квартиры, учитывая то, что так сложилось, что у нас самым доступным вариантом является одновременно самая большая трехкомнатная квартира, такое тоже бывает. Стоит она чуть более 11 миллионов, это без учета скидки. Если будет скидка, ну, опять же, мы уложимся в сумму там прям 11 с копейками, причем в прямом смысле с копейками. Опять же, да, возвращаясь к ипотеке, это будет и скидка, и выгодная ставка по ипотеке. Очень многие люди приобретают у нас недвижимость именно используя кредитование. Что касается рассрочек, да, я думаю, что это тоже будет интересно. Рассрочки у нас тоже есть. Если люди все-таки не поддались дару убеждения наших ипотечных менеджеров, да, и все-таки они обладают какими-то более значительными, возможно, денежными средствами, можно воспользоваться и рассрочкой. Там будет более крупный первоначальный взнос, ну, конечно, суммарная сумма переплаты, да, будет меньше, но каждый выбирает сам для себя. Рассрочка тоже выгодна, есть рассрочки с начислением процентов, если это длительный срок, есть и без процентной рассрочки, без начисления каких-либо процентов. Все это, весь спектр можно будет уточнить у наших коллег в офисе продаж по телефону 995-380, на сайте ознакомиться с предварительной информацией, домометро.ру. Я думаю, что это будет полезно, это будет интересно. А по ипотеке, я думаю, Павел меня поддержит. Да, по ипотеке могу на конкретных цифрах, да, на конкретном примере, допустим, привести, чтобы слушателю было понятно. Минимальная стоимость квартиры действительно около 6 миллионов, 6 миллионов 100, да, там с счетом скидки получается. То есть с минимальным переначальным взносом, а это 10% на сегодняшний день, да, по объекту имхаус, минимальный переначальный взнос составит 610 тысяч рублей. То есть стоимость какой-то очень недорогой машины, возможно, да, там даже на вторичном рынке. То есть можно продать, например, машину, да, или просто не покупать машину. Не, а тем более машина уже не нужна, я так понимаю. Дом же, у метро. Две метров у метро. Двадцать пять минут до центра. Двадцать пять минут до центра. Продавайте машину. Так что продавайте машину или не покупайте машину. Или покупайте машину и вносите переначальный взнос в 600 тысяч рублей. И платеж при этом, да, то есть при средней ставке 12-13%, выбрать там есть с чего, в принципе, банков у нас 12. Платеж получится сопоставим, в принципе, с арендой в этом, примерно, на районе. То есть порядка там 50 тысяч рублей можно уложить, уже месячный платеж. И нужно учесть один факт, что этот платеж не будет увеличиваться с годами. А аренда, естественно, с каждым годом все дороже и дороже. То есть на 10, на 7 процентов, как правило, возрастает арендная плата. Ну, здесь ключевой момент, когда мы сравниваем, да, выплаты по ипотеке с арендой жилья. Ключевой момент, что я плачу и плачу чужому дядю, а здесь... Безусловно, конечно. Вы платите уже за свое. За свое, да. И чужой дядю он никогда не понизит, да. У нас все-таки есть возможность понижения ставки после оформления прав собственности на квартиру, а это на сегодняшний момент уже перспектива менее двух лет. То есть у людей действительно появляются выгодные условия, скажем так, совершить надежное вложение, да, за разумные деньги на разумных цивилизованных условиях. Так что те, кто снимают квартиру, хватит снимать, пора жить в своем. Сколько сразу советов, да, продавайте машины, на сайте арендовать. Ну, мы сразу инструменты людям, как бы ключи даем в руки. Пар, давай подробнее. Человек действительно, может быть, сегодня послушал, да, принял решение и технологически вот эта ипотека, ну, опять я с какой точки зрения, все же для обывателя, рядового обывателя, ипотека, да, это такое несколько, может быть, да, неблагоприятное созвучие, это некое ермо, как минимум, да, это вот залез я на 10 лет, и я теперь всем должен, и что, как дальше жить, я не понимаю, вот, это и непонятно, в том числе и техники, как это все решается, расскажи поподробнее. На самом деле ничего страшного в ипотеке нет, бояться ее не стоит, то есть это никакая не кабала, и как бы, ну, попасть в какие-то неприятности достаточно сложно, взяв в ипотечный кредит, всегда вы можете квартиру продать на любом этапе, да, то есть вернуть эту кредит банку, если вы вдруг не можете платить по кредиту, в любой момент вы можете просто... Пока собственности нет, я все равно могу ее продать. Даже до собственности, конечно, по переуступке можно продать эту квартиру, и нужно учесть, что эта квартира уже будет дороже, чем вы ее купили, да, то есть как минимум все средства, которые я затратил, я смогу вернуть. Как правило, да, конечно, конечно, то есть вы не останетесь, так скажем, в проигрыше, вот, то есть ничего страшного в этом нет, опять же, есть слухи, что там банки выселяют на улице или что-то такое, да, хотя уже многие понимают, что это не так, действительно, да, то есть это возможно. Но слухи-то есть. Но слухи-то есть, да, то есть они множатся. Конечно. Не все так страшно, не буду даваться, наверное, прям вот в подробности и детали. Подробности именно платежей и сумм можно будет просчитать с нашими менеджерами по ипотеке, позвонив по телефону 995-380, код города 495, или на сайте Дома Метро, можно посмотреть все условия наших банков, там есть раздел ипотеки, домометро.ру. Я понял. Наверное, все. Леш, вернемся к внутренностям этого проекта. Мы забыли сказать о ценах на машины-места. Машины-места стоимостью от миллиона до полутора, если мы говорим о независимых местах, то есть это одинарные, отдельно стоящие места. И места семейные, то есть это пара совместная. Такую пару можно купить в пределах двух миллионов на семью. Это еще подземный гараж? Это все речь о подземном гараже. Да, у нас будет отдельный заезд, отдельный выезд в данный гараж. Из каждого подъезда в доме будет ходить лифт, причем грузовой, в подземный паркинг. То есть по улице, в принципе, ходить не надо будет. Заехали с продуктами, с сумками, с мебелью, к вам спустился лифт, поднялись хоть на 23 этаж. Также будут машины-места наземные, они будут бесплатные, но, естественно, без закрепления за какую-либо квартиру. Кто куда успел, тот туда и встал. Но, тем не менее, когда этого нет, это создает огромные сложности. А территория огражденная, там что-то шлагбаум? Естественно, да. Территория будет ограждена. Это будут два шлагбаума на въезд-выезд со стороны улицы Академика Янгеля и со стороны Варшавского шоссе. Я думаю, люди могут посмотреть это в картах в интернете, могут подъехать на объект, посмотреть. Возможно, кто-то, кто нас слушает, живет рядом и понимает, о чем я говорю конкретно. Это будет достаточно, действительно, удобно. Огороженная территория в пределах Москвы, это все-таки такая привилегия, наверное, для объектов бизнеса премиум-класса. У нас в классе комфорт эта опция есть. В принципе, да, если мы говорим, я так понимаю, об этом проекте, как о некой точечной застройке, и любой инвестор, наверное, вполне логично, если уж он получил разрешение на этот клочок земли, то надо использовать его по максимуму, чтобы построить, я не знаю, 50-ти, да, 100-500-этажную башню, да, со всеми наворотами, и ее, значит, подорожить. А здесь... В этом моменте все-таки не стоит забывать именно о комфорте, да, если это объект комфорт-класса, то там действительно жизнь должна быть комфортной. То есть я больше, чем уверен, что специалисты МСУ-1, да, это наши генподрядчики, могут построить и 35-этажную, наверное, башню, и 40-этажную башню. Нужно ли это? Наверное, все-таки нет. 22-23 этажа, именно такая этажность у этого дома, она переменная, этого вполне достаточно для того, чтобы количество квартир было большим, но не зашкаливало за какой-то, да, логичный максимум. Это достаточно для того, чтобы людям было комфортно, и это достаточно для того, чтобы полученный участок земли, да, реализовать в полной мере. Во всяком случае, не только количеством этажей, да, реализуется, да, участок, да, здесь проводится ряд, как бы комплексная работа, ряд мероприятий. И я уверен, что для людей именно такая этажность все-таки будет оптимальной и удобной. И потом надо не забывать все-таки, да, об архитектурном пейзаже, ведь мы внедряемся уже... Ну, безусловно, конечно. Здесь район, состоящий практически полностью все-таки из панельных домов, да, то есть, как вы сказали, что вот, да, точка, это, в общем-то, достаточно жирная точка, да, в этом районе. А если уж так немножко на план посмотреть, то это скорее запятая, да, то есть, с таким намеком на то, что мы будем продолжаться, да, это не финал, это всего лишь один из этапов развития компании «Лидер». Я уверен, что «МХаус» — это именно тот проект, который, ставя жирную точку на конкретно этом пустыре, который именно пустырем долгие годы и был, да, но это запятая для наших покупателей и для компании. Я надеюсь, что это будет интересно. Еще один момент, смотрите, вот мы говорили о том, что одним из очевидных преимуществ, да, вот этого предложения, то, что он, ну, практически рядом с метро. Действительно ли существует тенденция сейчас на московском рынке, по крайней мере, что близость к метро, да, делает, там, решающим в выборе объекта? Да, да, это абсолютно точно. Я вам даже больше могу сказать, что люди, которые интересуются бизнес-классом, да, где уж точно предполагается наличие хотя бы одной хорошей машины, а, скорее всего, двух, да, все равно спрашивают близость к метро, да, потому что, учитывая московские нынешние реалии, да, особенно, например, то, что у нас центр города, да, в рамках Бульварного Кольца стал платным, людям метро принципиально важно. Конкретно от проекта МХАУС, от станции метро улицы Академика Янгеля до станции Боровицкой, серой ветки, да, серпуховской. Янгель, это серая ветка. Это серая ветка, да, на юге. До Боровицкой, это, то есть, самый центр от Боровицкой, наверное, метров 200 до Кремля, это 25 минут. Ну, по-моему, до Чеховской, до Пушкинской, вот, ну, такой, традиционный, да, центр. Да, то есть, именно, вот, тот самый центр, да, в общем, 20-25 минут езды, это, я думаю, что более чем достойный результат, потому что за полчаса до работы добраться, ну, наверное, это дорогого стоит, учитывая, что не надо будет платить, там, по 600 рублей в день, да, если посчитать за парковку в центре столицы, я думаю, что это фактор существенный для любой категории населения. Как минимум, это удобнее, как минимум, вы можете спрогнозировать, сколько времени вам потребуется. Согласен, согласен. Спасибо. Еще раз мы прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим наш. Итак, друзья, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Последние, кстати, 10 минуты, Джек, осталось у нас, поэтому я для вас прежде всего напомню. Телефон студии 6510996, код Москвы495 и сайт компании финам.ФМ. У вас еще есть возможность позвонить или написать, задать вопрос моим сегодняшним гостям. А в гостях Алексей Голуб, заместитель руководителя проекта МХАУС и Павел Тимошенко, руководитель отдела ипотеки ФСК Лидер. Ну и обсуждаем мы уже достаточно подробно, точнее, я бы сказал, один из новых проектов компании ФСК Лидер. Называется он МХАУС, проект жилого комплекса у метро. Ну что ж, продолжим разговор, обсуждение. Паш, сейчас, наверное, логично, да, уже под занавес эфира, ну, какие-то мулечки предложить. Мулечки, да. Не без этого. Конечно, маркетинг есть маркетинг. Ну, давай. Конечно. Ну, давай, наверное. Начнем с акции, наверное, лисея. Начнем с простого, но тем не менее приятного. Сейчас у нас запустилась небольшая такая, да, как вы сказали, мулечка, да, такая завлекалочка, акция. С 8 по 31 июля текущего года, если вы совершаете покупку на проекте МХАУС, любой квартиры, подарок вы получаете iPad mini 32 гигабайта с 3G. За рекламой следует следить, да, на радио, в печатных СМИ. Можно звонить в офис, уточнять у менеджеров, когда это все будет, да. Телефон наш 995-380 с кодом 495. Можно смотреть за новостями на сайте проекта МХАУС. Это сайт domumetro.ru. Такая акция у нас состоится, вот, начнется буквально-буквально через несколько дней. Также, да, еще раз напомню про то, что у нас есть рассрочки, что довольно выгодно, да. Даже до окончания строительства мы можем рассрочку предоставить. Есть рассрочки с чуть более сжатым периодом, но, тем не менее, это будет рассрочка уже бесплатная. И, возвращаясь все-таки к моим коллегам, к ипотечному отделу и их предложениям, это, естественно, ипотека на очень выгодных условиях с такими включениями. Да, ну, во-первых, у нас есть скидка, еще раз повторю, скидка 2% при ипотечной покупке, так же, как и при стопроцентной покупке. Второе, что важно для многих, это использование материнского капитала в качестве и первоначального взноса в том числе. То есть, да, по поводу возможностей расчетов, это не обязательно живые деньги, ну, или заемные банки. Не обязательно, да, то есть, это могут быть, да, и материнский капитал при ипотеке, и в качестве первоначального взноса, что важно, не только при погашении кредита, но и первоначального взноса. Смотри, еще очень часто, я так понимаю, ну, предполагаю, да, я далек от этого бизнеса, очень часто люди улучшают свои, ну, или каким-то образом меняют свои жилищные условия, продавая одну квартиру и покупая другую. Вот в этом случае вы можете зачет взять, чтобы не мучиться с продажей и потом, соответственно... Мы можем в данной ситуации людей направить в нужное русло, да, у нас есть... То есть, помочь продать просто, да? Да, да, у нас есть партнеры, к которым мы можем соответствующий запрос, да, соответствующую заявку направить, людям предоставить как консультацию, так и услуги по продаже имеющейся недвижимости, и также, что еще можно сделать с имеющейся недвижимостью, ее можно передать в залог банку, да, это так называемый... Да, кредит под залог имеющейся недвижимости. То есть, я покупаю новую квартиру, при этом не продаю, да, просто предлагаю вам, Да, конечно. Вы остаетесь в ней жить, она остается в вашей собственности, но она просто будет заложена в банк. То есть ипотека берется не под залог приобретаемой недвижимости, а под залог своей. А при этом приобретаемую я оформляю точно так же, да, и могу уже ремонт там делать, въехать туда уже могу. И только после всего, как уже, да, я справился со всеми проблемами, я говорю, ну, ребят, теперь я вот это продаю, со всеми расплачиваюсь, и наступает счастье. Еще должен добавить, что в ведущих банках, таких как ВТБ, Райфвайзенбанк, Уралсиб, ну, еще в ряде банков, у нас есть скидки для наших клиентов, то есть эти банки предоставляют скидки по своим программам. Например, мы являемся стратегическим партнером ВТБ-24, имеем там скидку 1% для наших клиентов. Также в Райфвайзенбанке от... Извини, 1% от стоимости... По процентной ставке. А, по ставке. По процентной ставке, да. 12% вот эта ставка, она может быть ниже. Да, это существенно, да. А это, кстати, гораздо больше, чем 1% от стоимости. Конечно, это больше. Я именно поэтому из уточнил, да, процент от процентной ставки, конечно. Ну, то есть есть некие преференции в банках-партнерах, которые представляются нашим клиентам. Дорого. Мы всегда, в принципе, были готовы предложить какие-то условия, да, вот как я и сказал, со старта продаж у нас уже были банки, которые объекты аккредитовали, будучи в нем уверенными, и, собственно, и рассрочку, и скидки мы предлагали с самого начала. Может быть, iPad Mini мы с самого начала не предлагали, но только он вышел в официальную продажу. Конечно, недавно. Чем мы стартовали. Вы бы не успел за нами. Компания Apple за лидером не успевает. И за им хаосом. Давайте, Леш, провинционный вопрос. Я все-таки хотел так под занавес. Я чувствовал, что что-то будет. Смотри. Москва. Огромный мегаполис. С экологией беда. Плошные пробки кругом, да. Перенаселенность. Ну, в общем, дальше по списку. Этот список вы сами можете продолжить. Вполне очевидно, что мне хочется очень, и моим детям тем более, дышать свежим воздухом. А для этого куда я посмотрю? Я посмотрю, ну, недалеко хотелось бы, но с замкат, потому что там есть коттеджные поселочки, там есть деревца, там есть травка, там есть много всего хорошего. Речушка, речушка, да? Ну, да. И так далее. А тут вдруг ты мне предлагаешь, опять практически в центре, 20 минут от центра Москвы. Еще и у метро. Еще и у метро, да. Еще и у метро. Где логика тогда? Предлагаю, логика есть. Мы подстраховались, причем, ну, прям совсем давно подстраховались, потому что Битцевский лес у нас буквально... Построили Битцевский парк. Да, построили Битцевский лесопарк. Это же Чертаново, да? За много-много лет до того, как начали строить проект МХаус. У нас, учитывая розу ветров, еще в Москве, да, надо помнить, наверное, географию, курс школьный, да, о том, что у нас в Москве роза ветров такая, все это дует с запада на восток. Вот как раз Битцевский лесопарк у нас, собственно, с запада от МХауса располагается, да, поэтому свежий воздух, да, если какое-то дуновение ветерка у нас есть, именно с леса и дует. Буквально минут 7-10 визуально, да, вот на мой взгляд, это пешком до Битцевского лесопарка, опять же, это достаточно высокий уровень экологии. Если посмотреть даже на экологическую карту Москвы, не так давно именно этим занимался, просто ради интереса, ну, собственно, этот район не хуже, чем, например, отдельные части западного округа, северо-западного округа именно по экологичности. Хотя они, вот эти отдельные части, они традиционно считаются самыми экологичными, они лучшими, и по ценам, кстати, это тоже, да? Ну, по ценам это вообще особенно заметно, потому что, конечно, запад-северо-запад, это значительно более высокие цены, нежели у нас в южном округе, да, а экология одинаковая, да, а дом современный и близко к метро. И, может быть, стоит все-таки как-то МХаус рассмотреть в первую очередь, да, нежели проекты на западе, на юго-западе. Ну, судя по ценнику, это логично. Судя по ценам, абсолютно точно стоит приглядеться более внимательно, стоит приглядеться более внимательно именно к нашему проекту, который на юге находится, да, чем каким-либо проектом более дорогим, или которые находятся, может быть, в каких-то менее благоприятных районах для проживания в Москве. К сожалению, такие у нас по сей день тоже есть. Ну, то есть, да, развенчал ты мои сомнения, я так понимаю. Ну, я надеюсь. Если я в поисках экологии смотрел далеко, там, да, замкат, оказывается... Замкат далеко точно не стоит смотреть, скажем так, сегодня эфир, в первую очередь, посвящен, конечно, да, как выгодно приобрести недвижимость в Москве, и мы в большей части говорим об МХаусе, но если уж совсем не в МАГАТУ и хочется сбежать из огромного злого мегаполиса, ну, пускай тогда у нас люди бегут в проект Западное Кунцево, да, а Паша и там предложит ипотеку. То есть, ФСК-лидеры этим занимаются тоже, да? И этим тоже, и это за МКАДом, и это на Западе, и это доступные цены, и, ну, совершенно, конечно, другая концепция проекта, да, я думаю, что не стоит об этом уж прям совсем подробно, мы и так коллегам сегодня чуть-чуть работы подкинули, вот. Более подробно все по телефону 995-380, код города Москвы 495. Компания-лидер, проект МХаус, наши коллеги с удовольствием расскажут обо всем максимально детально. Ну, и сайт домометро.ру. Ну, хорошо, есть, тем не менее, несколько минуточек еще у нас, давайте я вернусь к тому вопросу, да, с которым мы начали эту программу, потому что, наверное, человек, приобретающий или планирующий приобрести недвижимость, да, у него в голове много всяких проблем, ну, начиная с очевидной, да, чтобы решить свои жилищные какие-то, да, неурядицы, да, решить жилищную проблему, прежде всего, ну, и потом, конечно, чтобы его покупка, она не сильно ударила по карману. Вот еще раз повторю, чтобы сэкономить на покупке квартиры, как бы это ни протоксально звучало, но сейчас для меня это уже звучит вполне нормально, да, что традиционно на выбор, да, или, может быть, в купе, в неком блоке мы можем предложить? Мы можем предложить надежного застройщика раз, опытных строителей два, удачное и очень благоприятное, в том числе по экологии расположение проекта МХАУС, это три, это доступные цены на сегодняшний день, цены абсолютно в рынке и очень-очень гибкие условия по приобретению, это и скидки, и рассрочки, и, естественно, ипотека, о которой Павел сегодня рассказывал. Плюс акции, мне очень понравилось ваше слово, мулечки, они тоже есть, подарки будут ждать, использование материаловского капитала, снижение процентных ставок по ипотеке после оформления собственности и так далее. Кстати, опять, я во многом, извини, Леша, во многом о личном, если все же на основании ментальной стили, либо человек уже однажды обжегся, ну, вот, вы знаете, да, примеров у нас, к сожалению, много, он все-таки хотел бы, ну, дождаться, как минимум, там, окончания строительства, чтобы уже под крышу это дело ввели, А уж как максимум, это получение документов о собственности, потому что, по большому счету, конечно, договор, хоть он и защищен сейчас федеральным законом, и это, конечно, большой, огромный плюс, я бы сказал так, да, но, тем не менее, да, все-таки договор, свое инвестирование это одно, а договор купли-продажи и получения, да, свидетельства замечательного из регуляционной палаты, это другое. Вот этим людям, ну, пока еще сомневаешься, что бы ты мог посоветовать? Этим людям я бы посоветовал, если позволите, все-таки не сомневаться, потому что, как вы сказали, действительно, договор долевого участия во многом людей защитил, да, от очень многих бед и проблем, и от двойных... Федеральный закон? Да, именно федеральный закон, 214, да, договор долевого участия, он регистрируется, фиксируются существенные условия, такие как сроки, цена, там, да, гарантийные обязательства... То есть перепродать квартиру, да, если есть уже этот договор, никто не может? Мы перепродать не сможем, а вот купивший клиент, да, он по уступке прав требований, конечно, сможет. Не оказалось ситуации вот такой неприятной, когда одна квартира, а на нее там... Ну, это просто юридически невозможно. Да, уже невозможно. Это нереализуемо абсолютно, да, вот, и, как правильно сказали, что человеку спокойнее, когда у него есть документы, да, там, свидетельства и так далее, ну, окей, то же самое, договор долевого участия с отметкой о госрегистрации. Вы уже в государственном реестре, да, вы уже в единой российской базе, да, которая подтверждает, что это именно эта квартира, именно за эту сумму, именно в такой-то срок будет вашей. Она уже, по сути, ваша, просто надо дождаться ее, да, вдруг она на 23-м этаже с панорамным остеклением, а вы вот купили еще на старте, да, вот, дождетесь? Причем, да, и... Введем дом в эксплуатацию. Да, что-то мне рассказали про панорамный остеклением, я так себе представил, но до конца не понял. Это очень здорово, очень красиво, но не для тех, кто высоты боится, наверное. Можно добавить по поводу сэкономить, чтобы сэкономить, нужно покупать квартиру летом, именно сейчас выгодно покупать квартиру. Почему? Потому что, хоть и цены растут, в общем, по рынку, да, но летом все равно, конечно, спрос падает, связанный с тем, что люди уезжают в отпуск, прежний сезон и так далее. Я понял, Паша, спасибо. В гостях сегодня Алексей Голов, заместитель руководителя проекта МХАУС, Павел Димашенко, руководитель отдела ипотеки, ФСК Лидер. Мы обсуждали сегодня новый проект, в общем, спасибо за внимание, спасибо вам, что вы нашли время, успехов в бизнесе, всего хорошего, до свидания.